Шериф сегодня играет с чемпионом Словении Морибором. Игра начнется в 21.15. Посмотреть матч можно в интернете. Наша команда за последние два месяца сильно обновилась. Нет Тиля, Криштиана, Дуланта, Аттанасиадиса, тех, кто прославил Шериф в прошлом сезоне. Новичков, болельщики и даже журналисты пока не узнают в лицо. Кто есть кто и кто за кого играет на поле, расскажет Влад Лукш. Эти лица в Приднестровье, наверное, знают все. Не остыли воспоминания после победы на Бернабеу. Тиль, Аттанасиадис, Дуланта, Криштиану, Коловоз, Трауре, Кастанеда смотрели на терраспольчан с баннеров по всему городу. Все знали, на какой позиции играют, что любят и даже какие татуировки делают. После мега успешного сезона спрос на игроков Шерифа был сумасшедший. Многих ожидаемо раскупили. Кто занял их место? Разбираемся. На замену галкиперу Аттанасиадису пришел Розак Абалора. Он уже давно в команде. Абалору готовили к тому, что он летом заменит греческого вратаря. Абалора практически потомственный вратарь. Отец тоже был галкипером. Аттанасиадис вернулся на родину. Играет за финский АЕК. Линия защиты тоже практически полностью новая. Из прошлого сезона остался двухметровый великан Раделич. С ним в центре обороны камерунец Габи Кики. Никаких Дуланта. Бывший капитан Шерифа сейчас в Латвии. ФК Рига. В Тирасполе у Дуланта осталось много фанатов. На спорткомплексе в Тирасполе осталась и его любимица, дворняга Карамелька. За ней сейчас присматривает футболист Шерифа Даниил Анкудинов. По краям обороны тоже относительно новые лица. Бразилец Ренан Гедыш бороздит просторы вселенной, то есть правую бровку, вместо Фернандо Кастанце, который сейчас играет за крылья Советов из Самары. На левом фланге Патрик Кпоза. Он занял место Криштиану, который провел в Шерифе целых пять лет, а сейчас играет в Бразилии, в Флуминенце и все так же качественно дает голевые передачи. Вместо Тиля и Адда в центре поля Бадало, Лужке, Киабу Тиль ушел играть во вторую Бундеслигу за Ганзу из Ростока. Кстати, Себастьян, из второй Бундеслиги команды в Лиге чемпионов не играют. В центре поля привыкаем к новым фамилиям на футболках. Седрик Бадало, игрок сборной Буркина-Фасо. В инстаграме большой модник, в жизни скромняга, на поле работяга. Еще один работяга из скромняга Реги Лужке из Албании. Интервью не дает, хотя перед нашей Анетой не устоял. ТСВ пообщалась с Реги на тренировке в день его рождения. В стартовом составе против Зрински вышел и Мусаки Абу из Мали. В инстаграме он на стиле, на поле тоже держится молодцом. Запоминаем лица и фамилии. Выше Катаки больше нет коловоса. Грек перешел в турецкий Коджа Элиспор. Кастанеда после ухода из Шерифа уже успел сменить польский чемпионат на тайский. Адама Трауре феерит в своей новой команде венгерском Ференс Вареше, который тренирует бывший тренер сборной России Черчесов. Трауре лучший бомбардир Шерифа в прошлом Евросезоне. Сейчас забивает тоже много за Ференс Вареш. Автор гола на Бернабелу Яхшибоев уехал играть на родину в Узбекистан. На смену пришли Рашид Аканби из Нигерии. Его легче всего узнать на поле по яркой прическе. А еще Рашид любит давать интервью и любит делать это эмоционально. Есть и молодой нападающий Уатара из Буркина-Фасо. Ну и знакомый многим Янсане Мамо. Он выступал за Шериф в Еврокубках и в прошлом сезоне. Голевые возможности новых футболистов пока неизвестны. За два матча с Азрински игроки Шерифа голами не отметились. Был лишь один автогол, который и решил, кто пройдет дальше и сыграет с Морибором. Ну а мы пока запоминаем новые имена и новые лица. Владислав Лукаш, ТСВ.